Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы с вами продолжаем наш курс по семи заповедям, которые являются универсальными для всех людей. Мы знаем историю, что первые 20 поколений людей, они вообще не хотели служить Богу, иметь какие-то с Ним отношения. Несмотря на то, что всем этим людям было очевидно, что есть Творец, как минимум многие из них видели Адама и Хаву, первых людей. Они могли их спросить, дедушка, прадедушка, слушай, а где твои родители, Адам? Адам отвечал, меня Бог создал, у меня нет родителей. И это было живое свидетельство, что есть Творец у мира. Эти люди знали, они все знали про Бога, но они не хотели Ему служить. До такой степени, что Всевышнему пришлось сделать всемирный поток. Все люди погибают, все. Вы не имеете права на существование, если вы не соблюдаете базовых законов. Когда Ноах и его семья вышли из Ковчега, они заключили с Богом союз. И Творец ему сказал, выполняйте семь заповедей, чтобы это все больше никогда не повторилось. Итак, первая из семи заповедей, которые Бог оставил Ноаху и его детям, она гласит, что у нас должна быть судебная система. Бог ненавидит анархию, что силы, вот я сильнее физически, политически, я богаче, у меня есть больше связей. Я сейчас пойду задавлю того, кто слабее. Бог это не любит. Тогда весь мир не может существовать. Бог это абсолютная справедливость. И он говорит людям, если вы хотите, чтобы мир нормально существовал в духовном плане, чтобы не было катаклизм, чтобы потоп не повторился, вы обязаны сделать судебную систему, чтобы были нормальные, адекватные судьи, которые не берут взятки, чтобы был прокурор, чтобы был адвокат, чтобы любой человек мог пойти за помощью. Помогите, меня ограбили. Помогите, мне не дали ему зарплату. Помогите, помогите, помогите. И ему помогали, чтобы не было у нас, вот как у животных. Они кто сильнее, кто-то побеждает. Джунгли, у людей не должно быть джунглей. Хотите нормально жить? Ставьте судей. Делайте вот нормальную судебную систему. И тогда все будет хорошо. Это базовое, универсальное правило. И без него ничего не будет существовать, потому что Бог это справедливость. И должна быть справедливость у людей, которые может добиться каждый человек. Вы меня спросите, секундочку, хорошо, все понятно, логически. Конечно, должны быть судьи. Конечно, мы не должны быть как животные. Мы же люди. Мы обладатели божественной души. Конечно, конечно, конечно. Но как это касается каждого из нас? Я же не судья. Я же не чиновник, который назначает судей. Я же не профессор в какой-то юрокадемии, который готовит адвокатов, прокуроров. Я здесь причем. Как мне выполнять вот эту заповедь, которая действительно важная? Мы это понимаем. И с точки зрения логической, что люди не могут жить, если возможно пойти в суд, доказать свою правоту. И хорошо, с точки зрения духовной, Бог действительно любит справедливость. Это всем понятно. И тогда действительно нужен суд не только для нормальной жизни человеческой, а для духовной связи с Богом. Но как это касается меня? А очень сильно касается. Мы ежедневно судим, вы знаете кого? Самих себе. Вот пойти сейчас кому-то помочь или не пойти на диване поваляться, посмотреть сериал. Жена приготовила, там не очень вкусно. Пойти устроить скандал или простить. Сосед оскорбил, пойти там устроить хороший скандальчик на всю улицу. Или сказать, я его прощаю. Мы постоянно судим себя и всех других. И Тора, конечно, вот в этой заповеди делать судебную систему глобально имела в виду, чтобы можно было войти в суд и себя защитить. Или защитить какого-то слабого человека. Но, конечно же, в этом законе также находится более тонкая заповедь. Быть судьей для себя правильно на весах мудрости оценивать свои поступки. А я правильный человек. Бог доволен мною. Мои друзья близкие, я с ними поступаю по справедливости. А вот этот человек, когда я его оцениваю, я даю ему правильную оценку? Или тут какая-то присутствует записть, может быть. Или там желание отомстить. Или что-нибудь еще. Я должен быть судьей настоящим и правильным для себя и для окружающих. И, конечно, если я могу повлиять на судебную систему в своем городе, на своей улице, в своей стране, я обязан это сделать. Первая уникальная, универсальная заповедь, которую дали потомкам Нолоха. Хотите жить? Хотите быть с Богом в нормальных, гармоничных отношениях? Ставьте хороших, нормальных, адекватных, праведных судей. И пускай судят людей правильнее. Субтитры подогнал «Симон»